Деньги. Деньги трудно любить без стремления обладать ими. Поэтому здесь практически невозможно избежать отношений зависимости. Можно только стараться свести их к минимуму. Радуйтесь, если к вам пришли деньги, но ни в коем случае не убивайтесь по поводу недостатка или утраты денег, иначе их будет все меньше и меньше. Если человек мало зарабатывает, то типичной его ошибкой будет нытье по поводу того, что денег вечно не хватает. Параметры такого излучения соответствуют бедным линиям жизни. Особенно опасно поддаваться тревоге, что денег становится все меньше. Страх является самой энергетически насыщенной эмоцией, Поэтому, испытывая страх потерять или не заработать деньги, вы самым что ни на есть эффективным образом перемещаете себя на линии, где денег действительно становится все меньше и меньше. Если вы попались в эту ловушку, выбраться из нее будет довольно трудно, но можно. Для этого необходимо устранить причину избыточного потенциала, который сами создали. А причиной его является зависимость от денег или слишком сильное желание их иметь. Для начала смиритесь и довольствуйтесь тем, что имеете. Помните, что всегда может быть и хуже. Не надо отказываться от желания иметь деньги. Надо лишь спокойно относиться к тому, что они пока не текут к вам рекой. Встать в позицию игрока, который в любой момент может либо разбогатеть, либо потерять все. Многие маятники используют деньги в качестве универсального средства для расчетов с приверженцами. Именно деятельность маятников привела ко всеобщей фетишизации денег. С помощью денег можно обеспечить себе существование в материальном мире. Почти все продается и покупается. Деньгами расплачиваются все маятники, выбирай любой. Здесь кроется опасность. Клюнув на приманку сложным блеском, очень легко можно свернуть на линии жизни, далекие от вашего счастья. Маятники, преследуя свои интересы, создали миф о том, что для достижения цели нужны средства. Таким образом, цель каждого отдельного человека подменяется искусственным заменителем – деньгами. Их можно получить у разных маятников, поэтому он думает не о самой цели, а о деньгах, и попадает под влияние чуждого ему маятника. Человек перестает понимать, чего же ему, собственно, хочется от жизни, и включается в бесплодную гонку за деньгами. Для маятников такое положение вещей очень выгодно, а человек попадает в зависимость и сбивается с пути. Работая на чуждый маятник, он не может получить много денег, поскольку служит чужой цели. Очень многие находятся в таком положении. Вот откуда появился миф о том, что богатство – это привилегия меньшинства. На самом деле, богатым может быть любой человек, если он идет к своей цели. Деньги – не цель, и даже не средство ее достижения, а всего лишь сопутствующий атрибут. Целью является то, чего человек хочет от жизни. Вот примеры целей. Жить в своем доме и выращивать розы. Путешествовать по свету, смотреть дальние страны. Ловить форель на Аляске. Кататься на горных лыжах в Альпах. Разводить лошадей на своей ферме. Наслаждаться жизнью на своем острове в океане. Быть звездой эстрады. Рисовать картины. Понятно, что некоторых целей можно достигнуть, имея мешок с деньгами. Большинство людей так и поступают, стремятся получить этот мешок. Они думают о деньгах, отодвигая саму цель на задний план. В соответствии с принципом трансерфинга, они пытаются перейти на линии жизни, где их ждет мешок. Но работая на чуждый маятник, мешок денег получить очень трудно или вообще невозможно. Так и получается, что ни денег нет, ни цель не достигнута. Иначе и быть не может. Ведь вместо цели излучение мысленной энергии настроено на искусственный заменитель. К этому вопросу мы еще вернемся в главе цели и двери. Сейчас сделаем только один упрощенный вывод. Если вам кажется, что ваша цель может быть реализована только при условии, что вы богатый человек, пошлите это условие ко всем чертям. Допустим, вы хотите путешествовать по свету. Очевидно, для этого нужно много денег. Чтобы достигнуть желаемого, думайте о цели, а не о богатстве. Деньги придут сами, поскольку являются сопутствующим атрибутом. Вот так просто. Не правда ли, звучит невероятно. Однако это действительно так. И скоро вы в этом убедитесь. Маятники, преследуя свою выгоду, перевернули все с ног на голову. Не цель достигается с помощью денег, а деньги приходят на пути к цели. Вам теперь известно, насколько сильным влиянием обладают маятники. Это влияние породило множество заблуждений и мифов. Вот и сейчас, читая эти строки, вы можете возразить, но ведь и так ясно, что сначала человек становится крупным промышленником или банкиром, или кинозвездой, а потом уже миллионером. Вероятно, вот только миллионерами стали только те, кто думал не о богатстве, а о своей цели. Большинство же людей поступает наоборот. Либо служит чужой, не своей цели, либо подменяет ее искусственным заменителем, либо вовсе отказываются от нее из-за невыполнимого условия быть богатым. На самом деле, ограничений по богатству не существует. Вы можете хотеть все, что угодно. Если это действительно ваше, вы это получите. Если же цель навязана вам маятником, вы ничего не добьетесь. Более подробно о целях мы поговорим позже. Здесь я забегаю вперед, но иначе не получается, потому что о деньгах, в общем-то, сказать нечего. Опять повторюсь, деньги – это не более чем сопутствующий атрибут на пути к цели. Не беспокойтесь о них, они придут к вам сами. Сейчас главное снизить значимость капитала до минимума, чтобы не создавались избыточные потенциалы. Не думайте о деньгах. Думайте только о том, что хотите получить. В то же время, к деньгам нужно относиться внимательно и бережно. Если вы увидели на земле мелкую монетку, и вам лень за ней нагнуться, значит, вы не уважаете их вовсе. Маятник денег вряд ли будет к вам расположен, если вы относитесь к его атрибутам небрежно. Не нужно беспокоиться, когда вы тратите деньги. Тем самым они исполняют свою миссию. Если вы приняли решение их потратить, не жалейте. Стремление копить кругленькую сумму и как можно меньше тратить ведет к созданию сильного потенциала. В одном месте скапливается и никуда не уходит. В таком случае велика вероятность потерять все. Деньги нужно разумно тратить, чтобы было движение. Там, где нет движения, появляется потенциал. Богатые люди не зря занимаются благотворительностью. Так они снижают избыточный потенциал накопленного богатства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok